Итак, мы рассмотрели грамматику оператора создания таблиц, а теперь давайте посмотрим на примеры, каким образом используется этот оператор в реальных базах, в частности в нашей базе онлайн-магазина. Начнем с простого, это описание или определение таблицы категорий. Мы видим, что она состоит из двух столбцов, id и name. Первый столбец у нас определен на типе integer, целочисленном, и имеет ограничение not now, то есть значения в этом столбце не могут быть неопределенными. Поле name определено на символенном типе, ограниченном 255 символами, и может принимать неопределенные значения. Дальше у нас идет ограничение первичного ключа. Мы явно определяем, что первичный ключ у нас состоит из одного атрибута, это атрибут id, следовательно, это простой ключ. Дальше используется для хранения данных движок InnoDB. Мы говорили о том, что есть разные механизмы хранения для каждой СУБД. Ну вот MySQL наиболее распространен движок InnoDB. Он, с одной стороны, поддерживает наиболее широкие функции, в частности, работают в нем и транзакции, и правильно работают ограничения внешних ключей. Но при этом он сравнительно более медленный, чем, например, движок MyASM, где нет ни транзакций, ни внешних ключей, но при этом выборка и вставка данных таблиц производится сравнительно быстрее. Дальше идет описание кодировки, которую используют для хранения символенных данных. Ну, в нашем случае это UTF-8. И оператор Collate указывает набор правил для сравнения строк. Дело в том, что не существует единого понятного всем способа сравнения строк. Строк и наборы правил, которые для этого используются, определены с помощью некоторого набора строковых значений. Ну вот, например, UTF-8 General CI, которые могут быть присвоены параметру Collate. И таким образом может быть выбран определенный способ сравнения строк. Ну, а то, каким образом они конкретно сравниваются, в зависимости от какого параметра, можно почитать в документации к MySQL. Тем более, что Collate — это параметр, который задается не для всех с ВД, а в частности, например, для MySQL он задается. Итак, мы видим, что вот с помощью такого определения можно задать таблицу категорий, которая состоит, напомню, из двух всего лишь столбцов. Чуть более сложный пример — это таблица связей между категориями и товарами. Мы помним, что для реализации связи многие ко многим между категориями и товарами необходимо создавать, и MySQL Workbench помог нам в этом, создал дополнительную таблицу, и мы можем посмотреть на ее описание. Состоит она также из двух столбцов, идентификатора категории, идентификатора товара. Оба целочисленные, оба имеют ограничения на отсутствие неопределенного значения. И первичный ключ в данном случае является составным и состоит из обоих этих столбцов. Дальше чуть-чуть просмотрим определение индекса и посмотрим на ограничения, которые здесь добавлены. Мы видим, что добавлены ограничения внешних ключей, как для идентификатора категории, который, как мы видим, ссылается на таблицу категорий, в частности, на ее столбец ID. И внешний ключ, который определен на поле goodID, ссылается на поле ID таблицы good. Тут все достаточно понятно. Также, если мы будем внимательны, мы увидим и определение стратегии поведения при попытках нарушения ссылочной целостности. Они определены как no action, как мы помним, это значит, что при попытках нарушения будет выброшено исключение и операция будет прервана. Ну, аналогичные параметры движка хранения и кодировки и способы сравнения строк. Мы немножко отступили от индексов, а сейчас мы к ним вернемся. Дело в том, что подробно принцип индексации в SQL-базах данных будет рассмотрен через один модуль, в модуле 5, а может быть и в модуле 6, но это не так важно. Сейчас нужно поговорить о том, какие же индексы создаются по умолчанию при создании таблиц, поскольку это будет иметь значение в будущем для того, чтобы не выполнять ненужные операции. Более того, в некоторое время мы узнаем, что избыточные индексы могут, вместо того, чтобы увеличить быстродействие, наоборот, его снизить. Итак, многие с УБД, и это является довольно логичным поведением, при определении какого-либо поля, как первичного ключа или как внешнего ключа, автоматически создают по нему индекс. Подобное поведение строится на довольно простом предположении, что если поле определено как первичный ключ или как внешний ключ, то вероятнее всего по значению этого поля будет часто использоваться в условиях. В каких-либо условиях, в выборках по этому полю или в соединениях с другими таблицами по значению этого поля. Ну, если мы посмотрим на задание из предыдущего модуля, где мы делали выборки из нескольких источников, то мы видим, что это действительно так. Одни из наиболее частых сравнений как раз ведутся по значению первичного и внешнего ключа. Поэтому большинство СУБД и MySQL в данном случае не исключение, создают индекс автоматически при создании внешнего ключа, при определении внешнего и первичного ключа. О чем это говорит? Это говорит о том, что для MySQL разработчику или администратору базы данных по умолчанию об этом заботиться не нужно. Но следует помнить, что в разных СУБД поведение может быть разное и в других случаях может быть имеет смысл такие индексы создавать. При этом сам по себе индекс, он не связан напрямую с внешним ключом. Я имею в виду индекс, который создается в СУБД MySQL и может быть отдельно от него удален. И, например, после этого внешний ключ может быть включен в какой-то другой индекс, который может определять несколько полей. Это вот несколько слов об индексах, так сказать, немножко предваряя подробный материал о них в следующих модулях.